это 2 миллиметра и нам нужны вот такие биконусы еще вот немножко мы насыпем здесь вот так смотрите я набираю одну бисеринку 15 размера 1 биконус бисеринку 15 размера и захожу в серебристую первую с противоположной стороны вот таким образом одну десятого размера 10 размера и в первую серебристую заходим немножечко вот видите я немножко затягиваю плотно чтобы у меня нигде леска не просвечивалась поэтому как бы вот еще мне не очень удобно здесь под фотоаппаратом ну вот все это возможно бисер 15 размера биконус 2 миллиметра бисер 15 размера и заходим в первую серебристую с противоположной стороны 10 размера заходим в угловую бисеринку 8 размера 10 размера 1 серебристая 15 бронзовый биконус 15 бронзовый и заходим в первую серебристую и так мы должны по кругу пройти 12 размера 12 размера и мы закрываем уже наш ряд я выхожу только в крупную бисеринку только в крупную бисеринку вот что у нас уже получилось теперь я буду набирать две бисеринки 15 размера и заходить в биконус опять мне надо чтобы мой бисер лег над предыдущим рядом над бисером предыдущего ряда вот таким образом и хорошо подтягиваем две бисеринки заходим следующую крупную бисеринку пропускаем бисер десятого размера только в крупную бисеринку и опять стараемся чтобы наш бисер лежал над бисером предыдущего ряда стягиваем хорошо вот так наши бисеринки предыдущего ряда будут отходить в стороны бисеринки 2 15 размера и заходим в биконус не забываем поправлять наш бисер чтобы он лежал сверху снова две бисеринки в следующую крупную бисеринку выходим видите как преображается наша оплёточка до 2 бисеринки и так двигаемся по кругу вот уже как наша оплёточка выглядит такая корзиночка получилась последний мы набор сделали вот наша оплёточка вот видите как она теперь выглядит у нас для нашего ривали вот такая оплёточка у нас получилось я пока что вот немножечко ослаблю вот здесь и мы поставим нашу ривальку вот сюда в серединку вот так ну конечно это еще не гарантия того что наша ривалька не выскочит поэтому мы будем делать еще ну цапы да это вот я немножко хочу поправить здесь бисеринку чтобы она легла правильно вот так так мы теперь с вами сделаем цапы для того чтобы у нас вот эти угловые цапы были я пройду сейчас по последнему ряду какой сделала вот смотрите до следующего уголочка вот ну возможно через все бисеринки сразу пройти не удастся вот таким образом я дошла до следующего уголочка вот и на этом уголочке вот в этом месте вот в этом месте мы сейчас будем набирать еще по одной крупной бисеринке и это у нас будет бисеринка играть функцию цапы вот таким образом хорошо подтянули и двигаемся дальше и подтягивайте хорошенько аккуратно чтобы у вас леска не перерезалась ваши кристаллики биконусы это такое дело что когда работаешь именно с кристаллами то у нас вот может быть вот такая конфузия двигаемся дальше по кругу вот это то что у вас должно получиться если у вас позволяет кусочек лески то вы можете сразу подсоединить швензу вот я вышла в крупную бисеринку мы возьмем швензу парную для наших сережек и я сразу пришью эту швензу к моей вот этой верхней детальки я буду пришивать мелким бисером 15 размера ну это я думаю что вы с этой операции можете справиться самостоятельно ну просто вот я хотела сказать чтобы лишний раз вот потом не довязывать леску не делать лишние узлы вы можете вот сразу сделать вот такую вот операцию то есть пришить сразу швензу несколько раз пройти по этому колечку и в принципе ваша швенза уже будет пришита к сережке а мы переходим сейчас к нижней части нашей сережки вот к плетению вот этой капли вот я приготовила новую леску достаточно длинненькую где-то около восемьдесят сантиметров скажем так и для того чтобы оплетать вот такую капельку нам нужно набрать колечко из трех бисеринок десятого размера три бисеринки и закрыть в колечко три бисеринки протянем на край нашей лески пройдем еще раз по этим бисеринкам и завяжем узелочки затягивайте хорошо чтобы они вот в дальнейшем не распустились не растянулся наш узел так отойду от узла в следующую бисеринку и буду точно так же набирать по парам бисерин между набранными уже вот между каждой из этих бисеринок мы наберем по две бисеринки новых узелок старайтесь вот хвостик ваш подтягивать к центру чтобы он потом остался у вас в середине оплетки и с изнаночной стороны не очень проглядывал вот мы последние набрали и я выхожу сразу в первую бисеринку первой пары набранной мною тут у нас уже получается вот шесть бисерин набрано набираем пока что работаем так же как и вот в предыдущем случае то есть набираем по две бисеринки между парными и затем между нашими лучиками вот эти какие получаются набираем новую серебристую бисеринку опс изначально поправляйте бисер чтобы он ложился у вас ровненько и красиво аккуратно вот еще один ряд я заканчиваю и здесь уже проходим две бисеринки предыдущий ряд и этот ряд вот у нас здесь вот получается вот такая вот фигурка не как крестик предыдущий раз а именно вот из трех лучиков вот так мы хорошо здесь подпаяем и продолжаем дальше техника та же самая что и предыдущий раз просто у нас здесь количество лучиков изменилось и пока что мы делаем в принципе то же что и в предыдущем случае но немножечко скоро начнет у нас меняться здесь все так 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 Звук не пропал. Я просто не комментирую то, что делаю, потому что вы уже видели это, и мне пока что добавить нечего. Просто я иду до того места, где у нас начнутся изменения немножечко. Вот видите, какая-то иголочка, она свободно может изгибаться. И этот ряд, где мы еще будем делать, как в предыдущем случае, уже здесь в центре, просто мы пока что будем использовать не крупный бисер, а бисер 10 размера. Вот посмотрите, чтобы у нас вот как бы начать новый лучик, но вот здесь мы в центре брали крупную бисеринку. Сейчас я беру бисер 10 размера, то есть того же размера, что и мой лучик идет. Продолжение следует... Я думаю, если кто-то из вас захочет сделать такой комплект, на самом деле эта работа больше кропотливая, чем сложная. И я думаю, что вам несколько дней понадобится для того, чтобы все-таки сделать полностью такой комплект. Ну а если вы захотите какие-то отдельные, то есть либо браслеты, либо колечко, либо сережки, то на это, конечно, у вас уйдет времени по-разному. Для сережек можно сделать за один день. Браслет, я думаю, что опытная бисероплетельщица тоже сможет за один день. Ну а все остальное уже сложнее. Итак, вот я дошла до того места, когда у меня немножечко будет уже начинать отличаться от предыдущего плетения. Ну вот смотрите, пока что лучики у нас остаются точно такими же. здесь я продолжаю плести мозаикой, но вот в центре я опять беру десятого размера. Это у меня будет начало как бы вот еще одного лучика. Он у нас очень короткий, всего лишь из двух будет бисерин, но все-таки это у нас вот как бы лучик. Так. Ну, хочу несколько слов по поводу вот съемки видео. Иногда некоторые вот возмущаются, что плохо видно, лучше бы не снимали, зачем вот так быстро делаете. Знаете, во время работы, когда вот ограниченное пространство, ну, даже не замечаешь, как вот ты выходишь либо за рамки пространства, которое входит в объектив, либо вот машинально хочется сделать правильно и смотришь именно на свои руки на работу и на то, что делаешь, и на экран не всегда вот посматриваешь, и вот получается вот такой конфуз. Я думаю, что кто обычно вот такие вот замечания делают люди, которые не пробовали снимать, именно вот такие видео, не панорамные там, пейзажи, что-то такое, а вот именно с работами. Я думаю, вот они вот немножечко неправильно судят. Если иногда у меня руки выскочат за рамки вашего видео, будьте снисходительны ко мне. Я стараюсь научить вас тому, чему умею сама, без всяких вот тайн. То есть я делюсь с вами тем, что я придумываю в основном сама. Если вас не устраивает, можете, конечно, подыскать себе более подходящие каналы. Вот я дошла до момента, где опять вот, видите, этого я в прошлый раз не делала. То есть вот такой серединки у меня не было в прошлый раз. У меня уже после того, когда я здесь набрала крупную бисеринку, я уже просто начала закрывать вот эти углы. Теперь смотрите, я еще раз набираю. То есть я плету продолжаю плести дальше. Продолжаю плести дальше.